Без финансовых знаний и навыков вы не сможете правильно принимать решения для достижения финансового благополучия. Так говорят сегодня в Банке России и добавляют. Начинать познавать азы надо прямо со школы. Повышение уровня финансовой грамотности это довольно системный вопрос. На федеральном уровне создана межведомственная комиссия по повышению финансовой грамотности. Сегодня финансовая грамотность проводится со всеми слоями населения, от дошкольников до пенсионеров. В Рызанской области тоже богатая история проектами по финансовой грамотности. Один из них это цифровая неделя финансовой грамотности населения Рызанской области. В 2021 году она проходила уже в третий раз. За неделю было проведено более 87 мероприятий, в которых приняли участие 90 тысяч человек. Как не попасть на уловки мошенников? Как правильно тратить деньги и управлять своими финансами? Всему этому молодежь обучают в живую и в онлайн формате. Например, через постановки социального театра. Можно заработать большие деньги. Да ладно. Да, смотри, заходишь на ссылку, проект называется «внести все в будущее». То есть ты вкладываешь деньги, а тебе сумма проходит в два раза больше. Не верю. Мы знаем, что сегодня финансовая грамотность – это одно из направлений функциональной грамотности. Поэтому столь важно, чтобы и взрослые, и дети могли быть подготовленными к разным сложным ситуациям, которыми они сталкиваются в этом мире, полном цифровизации, полной цифры, полной различных финансовых механизмов, предложений, в которых нужно разбираться и которые могут, к сожалению, привести человека туда, куда он совсем не хотел бы. В 2021 году РИРО выиграла специальный грант на создание центра финграмотности. На площадке сегодня проводят выставки и лекции, специальные семинары и видеоконференции. В прошлом году в четвертом всероссийском онлайн-зачете приняли участие более 27 тысяч человек, из которых 87% успешно сдали зачет и показали лучший результат. Отдельный зачет для предпринимателей. С ним успешно справились больше полутысячи коммерсантов. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».